Ничего тут шеф, ничего смешного, между прочим. Надо признать, что у нас нет талантов снимать. Всем привет, добро пожаловать на chanisplus.ru Сегодня у нас не самая веселая тема, мы рассказываем про злосчастный или коронавирус. Мы надеемся, что вы сидите дома и сейчас смотрите наш подкаст. Надеемся, что эта тема также пригодится вам только на экзаменах или для отслеживания новостей в Китае. Начнем тогда разбор лексики по этой тематике. Разберем сначала название этого вируса. Собственно, то, что сейчас мы озвучили, это сингваньпинду. Пинду – это вирус. Собственный вирус, да. Вирус – это может быть не как болезнь для людей, но и... Как и в русском языке. Да, это может быть означать, допустим, компьютерный вирус. Тенапинду. Допустим, у меня на компьютере появился вирус. Тенапинду. Так, и первые два слова из сингваньпинду – это, собственно, сингвань. Первое – это новый. Синг. И второе – это гуань. Первый тон. Вы, скорее всего, узнали сначала по... С другим тоном. С другим тоном. По слову, например... Куаньчунь. Чемпион. Да, но здесь он читается... Первым тоном. Куань. И обозначается именно корону, короновидное. Полное название сингвань – это сокращение от сингваньчуан. То есть сингвань – это новый вид, а гуаньчуан – короновидный. Да. Сейчас также в новостях фигурирует другое название для обозначения того, что сейчас происходит, вместо коронавируса также используют... Синь-синь, фэй-ен. Да, то есть атипичная новая пневмония. Да, в русском – это атипичная пневмония. Синь-синь – это новый. Новый вид. Да, фэй-ен – это... Собственно, пневмония, если разобрать эти два иероглифа, то у нас есть фэй – легкий, и йен – как... Воспаление. Там два огня. В иероглифе, да? Хуа и хуа. Сверху не знаю. Вроде так. Да, кстати, если пин, то разобрать, то там он состоит из... Болезни? Пин, да. И ду, который яд. Мы сейчас можем открыть сайт, с которого мы берем последние новости, китайский voice.bydu.com и там дальше... Нет, там нужно проходить именно по этой ссылке, если voice... Ну, мы вам дадим ссылку. Будет просто голосовое. Полезное тут слово – это и-чинь. Наверное, самое полезное, и что вы будете, скорее всего, слышать в китайских новостях – это именно слово и-чинь, поскольку и – это всё, что касается эпидемии и всё, что с корнем деми. Допустим, чума, к примеру. Это шу-и. Да, вот это и – это как раз эпидемия, а шу – это мышь, потому что чума тогда была... Главным переносчиком, да. А цин – это имеется в виду тиньхуан, поэтому и-чинь – это текущая ситуация с вирусом, с эпидемией. Да, в связи с этим хорошо ещё знать несколько игр слов, которые чаще всего применяются в этой связи. Это чан-и и ещё кан-и. Эти слова сами по себе существуют, и вы, скорее всего, даже знаете. Чан-и – это как... Боба. Да, или бой. И кан-и – это как противостояние. Ну, так же произносится, это аммоним. Поскольку последний слог произносится одинаково с эпидемией, о которой мы говорили, то когда пишут, выделяют кавычками и пишут иероглиф именно... Получается, борьба с эпидемией и противостояние эпидемии. Да. Хотя произносится так же, как, собственно, противостояние кан-и и бой, чан-и. Понятно, бывает куан-и-и-чин и куовая-и-чин. То есть ситуация с вирусом в стране и в других странах. Ещё одно слово, которое нужно упомянуть, когда мы говорим про эпидемию, это... Лео-синь-бин. Да, лео-синь – это вообще само по себе слово. Безобидный – это популярный или расхожий. Да. Распространённый. Да, распространённая болезнь. Поэтому пандемия будет чан-чоу-синь лео-синь-бин. Пандемия – это значит чуэн-чоу-синь, то есть по всему миру. Да. Нужно отметить, что вирус очень заразный, и то есть этот лео-синь-бин, он очень заразный бин. Как ты это скажешь? Заразный болезнь. Да. Заразный болезнь. Ну, здесь в новостях больше говорят про жен-чуан-жен. То, что в английском – human to human. Ага, передаётся к человеку-человеку. Ещё раз, как? Рен-чуан-рен. Мы затронули термин чуань-ран. Пинг – чуань-ран. Само по себе значит? Заразный. Или заражать, да, глагол? Например? Сяосинь бэй та, рен-чуан-ран. То есть осторожней, не заразитесь от других людей. Ну, это буквально. Так, окей. У нас ещё есть полезные слова. Допустим, симптом. Зен-чуан. Ещё раз. Зен-чуан. Угу. Допустим, среди симптомов есть кашель. Ко-соу. Нет, прям переведи. Среди симптомов есть кашель. Ко-соу – си-чу-чун-на-ига-жен-чуан. А сухой кашель, кстати, как бы? Кан-кэ. Поскольку... Айо, чьи-чуан-джуан, Болко фашао, фали. Окей, среди других симптомов также есть фашао – это жар. И фали – это... Фали, да? Это недостаток силы. Упадок силы. Или, как ты переводил в первый раз, магическую силу. Да. Фали. Поскольку болезнь очень заразная, нам всем нужно сидеть дома какое-то время, это следующий термин – карантин. Ах, хватит говорить загадками. Сидеть дома во время вируса. Как это может быть названо ещё? Не знаю. Жай зай жя-ли, что чаще всего говорят. Чинь дай 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 дай. Сидите больше дома. А карантин будет гэ-ли. Гэ-ли. Кстати, разберём гэ-ли. Гэ-ли – это вообще отгораживаться, а ли – это... Дистанция. Да, отдаляться. Держать дистанцию. Кстати, двухнедельный карантин, к примеру. Лям жжоу до гэ-ли-ши-тен. Мы с тобой это сидели. Или нет? Лям жжоу до гэ-ли-ши-тен. Нет, но про то, что ты сам отслеживаешь, это зи-син гэ-ли. И тут можно использовать только как... Зи-син гэ-ли, лям жжоу. Мы с тобой сидели. Как раз после Китая? Хвей-лай, цон, чон, чон, гэ-лай хоу, мэн зи-син гэ-ли на лям жжоу. Рахо и джи зай гэ-ли. Да, мы стараемся поменьше выходить. Чего и вам советую. Кстати, когда возвращаюсь из Китая, как я и предполагал, там ситуацию быстро возьмут под контроль, а в других местах, к сожалению, все так начнется. И там, к сожалению, не смогут такие меры, как в Китае, осуществлять. Потому что там было все довольно строго. Ну как, все-таки много людей, и всем не угодишь, но меры были предприняты прямо, да, самые жесточайшие для Ухана. Первое, что Ухань, в начале года полностью отрезали от мира. Да, изолировали. Фэн, чхэн, это фэн, как запечатать, закрыть, а чхэн, это целый город, собственно. Да, потом у них все провинцию тоже закрыли. Отгородили, туда не ходили ни доставки, то есть оттуда ничего не могло прийти в другие провинции. Вот термин. Все, как это сказать, жилые комплексы, в общем, их посадили на контрольно-пропускную систему. Нет, скажи, закрытый тип управления, закрытый тип администрирования. Ну, суть в том, что очень многие ЖК окружены забором, как небольшой городочек, как небольшая крепость, и там есть КПП с охранниками. И во время карантина эти охранники всех... В общем, не... Там же можно было цехи вэн, и потом ввели вот этот Тонхсинчжэн. В общем, там же можно было и там же это пропуск на вход-выход. Еженжонда дейчу и кэ синхи ж нэн чучу и ци. Да, в тех регионах, где было посерьезней ситуации, или даже лям жжоу чучу и ци. За одну неделю или за две можно было выйти только один раз. Там, где полностью закрыли, там все приносили сами. Там же никому нельзя было выходить. Ну, и так же было, если где-то подтвердили случай, то весь дом закрывали. В общем, в общем, те меры, которые были в Китае, невозможно представить в других странах, особенно в Европе, в Америке. Еще последний слой. Хоуччао. Хоуччао, да, это маска. Да, допустим, да, и хотя она называется маска для лица, ее нужно надевать на нос тоже. Еще одно важное слово у нас есть, это... чертеже. То есть это подтвержденные случаи, да? Да. Чсят Это те, кто на подозрении. Так, в связи с вирусом, нам всем желательно, ну, как мы говорили, уже сидеть дома, и еще важно мыть руки, поменьше выходить, и тщательно мыть руки. На этом все. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова